Главным словом минувшей недели стал перезапуск, ведь оживление наметилось сразу на нескольких замороженных площадках. Главный из них, конечно, Калужский завод ПСМА, где официально стартовало производство ничего-то труднопроизносимого, но подающего надежды, а вполне знакомых российскому рынку Ситроенов. Причем в актуальной, рестайлинговой ипостасе, и сходу в мелкоузловом режиме. Монтаж ведут 78 постов главного конвейера и еще 20 постов под сборки. На другом конце Калугии, где размещается бывший автозавод Volkswagen, а ныне АГР, реалистичный план по перезапуску только формируют. Горьковский автозавод готовится к производству седанов «Волга». Автоваз же застолбил за собой права сразу на несколько новых названий и принял принципиальное решение по турбомоторам на автомобилях «Лада». И самое неожиданное — автопроизводителем в эти удивительные времена захотела стать госкорпорация «Росатом». Едва ли не главное производственное событие марта — это перезапуск завода PSMA. Об этом с подачи калужского губернатора мы сообщали еще под конец прошлого года. Однако теперь старт производства дан официально. Раскрыта и модель Citroen C5 Aircross. И в отличие от других заводов, остановленных два года назад и в той или иной степени реанимированных, только здесь обеспечена, во-первых, преемственность бренда, а во-вторых, как говорят сами представители завода, некий бесшовный переход на новую модель. Несведующее в автосфере пресса должно быть сообщить, что Citroen вернулся в Россию. Правильнее сформулировать так — Citroen вернули в Россию. Хотя завод PSMA не переименован и не поменял иностранных учредителей, производство на арендованных площадях ведет отдельная компания «Автомобильные технологии». На первых порах окрашенный кузов приезжает из Китая по железной дороге. Однако детали приходят и из других стран. Всего около 1800 групп компонентов. И это не ДКД-сборка предварительно разобранных машин. Здесь мы с вами видим кузов, который был сварен из деталей, прошел процесс катафореза и окрашен. И в этом состоянии он загружен и перемещен сюда. Ранее он физически не мог быть автомобилем. Дальше он поступает на конвейер. И вот дальше мы с вами по циклу прошли и увидели, что вот этот кузов с нанесением вина превращается вот в такой автомобиль. И в этом смысле это полноценная, ну так скажем, СКД-4. Это самая продвинутая, самая трудная с точки зрения реализации фаза производства автомобилей. То есть дальше мы уже уходим в CKD, то есть полностью изготовленный в одной локации автомобиль, который тоже может быть с разным уровнем детализации. Сейчас же конвейер запущен с минимальной мощностью. Две машины в час, которые собирает 121 человек. К концу года темп может увеличиться до 6-8 автомобилей в час. У нас есть с вами цех сварки, есть цех окраски, есть цех сборки. Наибольшее количество производственных операций осуществляется именно в цеху сборки. То есть количество постов, количество постов под сборок на основной линии и так далее. С точки зрения формирования добавленной стоимости, вот именно руки, что называется, да, вот это как раз уже вот заземлено. Если мы рассуждаем дальше, то с индустриальной точки зрения логично выглядит, дальше мы переходим на окраску. Инфраструктура соответствующая имеется, она полностью готова к продолжению эксплуатации. Следующий передел это уже непосредственно сварка. И дальше мы смотрим, какие металлы, откуда они привозят, где может штамповаться и так далее. То есть рассуждать в моменте сейчас о том, что крупные, мелкие и так далее, но он с точки зрения сборочного цеха мелкий. Сам Citroën — это среднеразмерный кроссовер в актуальном облике образца 22-го года. Единственная модификация — это турбомотор 1.6 в сочетании с восьмиступенчатым автоматом и передним приводом. Мультимедиа русифицирована, продвинутый массаж и подогрев передних сидений включён в комплектацию. А вот других тёплых опций пока нет, как и штатной навигации. Позже обещают добавить Apple CarPlay и Android Auto. Продажи начнутся 17 мая. Цена — 4 миллиона 300 тысяч рублей. Снизить её помогла бы компенсация утилизационного сбора, но до этого ещё далеко. По шкале Минпромторга баллы локализации не начисляются даже за мелкоузловую сборку. Хотя подготовительные работы и переделка оснастки, эроглонас и технические жидкости — масла, клеи, мастики — уже больше тысячи баллов. Дальше в очереди на локализацию шины и стёкла. И, разумеется, задумано оживление кузовного цеха. То есть сварка и окраска. Минэкономразвитие Калужской области заявило, что завод АГР, бывший Volkswagen Group Rus, заработает ориентировочно в течение полугода. Таким образом, анонсированный губернатором срок возможного рестарта смещается с первого полугодия на второе. Профсоюзы неохотно комментируют, что сейчас происходит на предприятии. Но, если верить сообщениям организации МПРА, с завода уволилось около трети сотрудников, не выдержавших урезания зарплаты. В свою очередь, профсоюз Единства сообщает, что работников вновь обязали находиться на рабочих местах во время простоя, который пока продлён до конца марта. При этом союз АСМ АГР извещает, что сотрудников ООО АГР не будут доставлять на работу служебным транспортом. Прежде Volkswagen свозил работников со всей Калужской области, а отдельный автобус ходил из города Сувора в Тульской области. Разумеется, персонал считает подобную оптимизацию продолжением скрытых сокращений. Логично предположить, что предприятие, имеющее реалистичный план, едва ли станет избавляться от сотрудников. Телеграм-канал «Русский автомобиль» утверждает, что многомесячные переговоры АГР с концерном ГАК окончились ничем. И теперь единственная надежда — продолжение отношений с Черри. На фоне всей этой неопределённости появились слухи о передаче конвейера новому собственнику. Издание «Дром» ранее называло имя Виктора Виксельберга. Не исключено, что могут обсуждаться и другие кандидатуры, готовые взять на себя ответственность. Напомним, что этой площадкой явно интересовалась группа «ГАЗ». Идею собирать в Калуге китайские автомобили «Джетта», то есть бюджетные «Фольксвагены», на публику даже выносила газета «Шпигель». Впрочем, у группы «ГАЗ» сейчас свои проблемы. Как минимум, надо загрузить площадку в Нижнем Новгороде, где для России делали «Фольксваген Таус» и все «Шкоды», за исключением «Рапида». Недавно «Дром» опубликовал рассказ бывшего сотрудника, уверявшего, что оборудование поддерживают в рабочем состоянии. Возле сборочного цеха автор материала заметил загадочную машину, в которой без труда угадывается «Чанань Райтон Плюс» или «Рючэн», как его называют китайцы. Это среднеразмерный переднеприводный седан с полуторалитровым турбомотором и семиступенчатым преселективным роботом. И вполне возможно, что именно он станет исходником для новой «Волги», дебют которой Минпромторг обещал ближайшим летом. Сам «ГАЗ», кстати, подал заявку на регистрацию товарного знака «Волга». Причём речь идёт не только об автомобилях и компонентах, а вообще про массу разнообразных товаров — одежду, украшения, пиво, мебель и даже садовый инвентарь. Заметим, что на классических «Волгах» и даже «Сайбере» такой шильдик никогда не ставился. Лада Альтра, Лада Астера, Лада Азимут. Никогда ничего не слышали об этих моделях мы тоже. И не факт, что они вообще когда-либо появятся. Просто АвтоВАЗ регулярно патентует удачные, по его мнению, названия, которые в перспективе могут стать именами серийных машин. Сейчас охранные документы оформлены для брендов Альтра, Астера, Азимут, Гравис, Мерида, Ретива, Таруса и Икстур. Пять имён заканчиваются на букву «А», то есть вполне вписываются в современную логику вазовского нейминга, где есть Гранта, Веста, Аура, Нива и готовится Искра. Название Икстур, очевидно, лучше всего подходит для некоего кроссовера. Например, Икстуром можно было бы назвать перспективный паркетник на базе Весты, над которым сейчас работают тольяттинские инженеры. Изолента, шоколадка и главная нитка. Что это такое, прежде знали, пожалуй, лишь тольяттинцы, докомандировочные, по рабочим нуждам посещавшие АвтоВАЗ. А сейчас смогут выучить все желающие. Ведь Автогигант запустил программу промышленного туризма. Раз в неделю на предприятия будут запускать группу туристов, которые первым делом покажут весьма интересный корпоративный музей, а уже потом заводские цеха. Это прессовое производство, линия сварки Гранты плюс сборочный конвейер Гранты или Весты. В финале гостям предприятия предложат протестировать только что сошедшие с конвейера Лады. Ну а эффектным завершением программы станет посещение 24-го этажа завода управления. Там находится панорамный балкон, с которого виден весь Тольятти. Нынешняя линейка двигателей, которыми оснащаются автомобили Lada, выглядит чрезвычайно консервативно. Это атмосферные моторы отдачи 90, 106, 118 и 122 силы. Причём даже модели, выпускаемые придворным ателье Lada Sport, имеют отдачи на уровне 118 сил. В прошлом году ходили слухи, будто АвтоВАЗ планирует наладить выпуск неких китайских турбомоторов. Ведь цех, где прежде выпускали ниссановские двигатели серии HR16, всё равно простаивает. Кроме того, в распоряжении компании есть и собственная разработка. В начале 2010-х вазовские инженеры создали весьма удачный надувный агрегат. Его основой послужил атмосферник объёмом 1,4 литра. Такие короткое время ставились на калины. Увы, но, как рассказал изданию Qt, директор продуктовых программ АвтоВАЗа Олег Груненков, в ближайшем будущем автогигант не планирует установку турбомоторов на автомобили Lada. Дескать, со стороны клиентов нет такого запроса, а значит, и заниматься этой темой не имеет экономического смысла. Друзья, представляю новинки в линейке инновационных пускозарядных устройств марки Berkut. Это модели GSL13000, GSL19000 и GSL27000. Они помогут запустить двигатель вашего автомобиля в условиях севшей аккумуляторной батареи. Данные модели различаются по максимальной силе пускового тока. У GSL13000 это 650 А, у GSL19000 1100 А соответственно, и у GSL27000 это 1500 А. Устройства выгодно отличаются большим информативным жидкокристаллическим экраном с информацией об уровне заряда и другого функционала. Во всех четырех моделях Berkut применил литий-полимерную батарею нового поколения, состоящую из четырех элементов, тем самым повысив энергоемкость прибора при небольших компактных размерах. Возьмем для примера среднюю модель, это GSL19000 с максимальной силой пускового тока 1100 А. Вот такой пускач справится даже с достаточно крупным дизельным двигателем объемом до 4 литров, ну или бензиновым мотором объемом до 6 литров. В комплектацию любого пускача идут вот такие мощные пусковые провода с зажимами, где заложена защита от всех мыслимых ситуаций. От переполюсовки, от перезаряда, от разряда, от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, перенапряжения между ячейками, от обратного тока и саморазряда. Большой плюс этих Berkut – ударопрочные и влагозащищенные исполнения, а все выходы и входы защищены резиновыми заглушками. Устройство может служить так же, как Powerbank. Есть выходы USB и Type-C, а прилагающийся адаптер розетка на 12 вольт позволяет подключать к нему различные автогаджеты, компрессор, пылесос, холодильник и так далее. А встроенный мощный светодиодный фонарик с тремя режимами работы поможет использовать устройство в темное время суток. Получились мощные и добротные девайсы от надежного производителя, так что рекомендую. В России организация перевозок несколько отличается от общемировых практик. На условной «Газели» груз могут довезти из Москвы до Екатеринбурга. Хотя, по идее, лёгкий коммерческий транспорт – это доставка последней мили. В таком формате эксплуатации наиболее выигрышным выглядит именно электротранспорт. В России эта техника пока редка. Ситуацию хочет переломить АвтоВАЗ, предложив службам доставки и каршерингу электрический Ларгус. Кроме того, в этом направлении нацелилась и госкорпорация «Росатом». На международном форуме «Атомэкспо» в Сочи публике предъявили концепт машины, которая пока не имеет даже собственного названия. В её основе лежит универсальная композитная платформа, главный элемент которой – это хребтовая рама, внутри которой расположена тяговая батарея. Изюминкой проекта является именно платформа. Это универсальная модульная платформа на основе композитного хребтового профиля, который совмещает в себе основную силовую структуру и также корпус тяговой батареи. По прикидкам разработчиков, новинка должна стоить не дороже своих бензиновых аналогов. Вторая наша задача – это выйти на паритет по стоимости с ДВС. Этого мы достигаем за счёт уменьшения батареи, но при этом повышения эффективности расходования энергии путём очень сильного снижения веса общей конструкции. Если вес конструкции меньше, меньше энергии затрачивается на достижение требуемых характеристик. С батареей ёмкостью 32 кВт-часа запас хода фургона составит 300 км. Его грузоподъёмность около 600 кг, а объём грузового пространства – 3 кубических метра или одна палета. Для фургона последние мили дневные пробеги 100-150 км. Этого более чем достаточно для того, чтобы даже в условиях зимы и повышенного расхода энергии мы эти пробеги обеспечивали. Далее автомобиль может заряжаться ночью даже на медленной зарядке, поскольку батарея небольшая, то он может полностью заряжаться. В нынешнем варианте посадка на сиденье задумана весьма необычным способом – через распашную дверь на передке фургона. Сам кузов выполнен из полимерного материала. Двигатель, аккумулятор и силовую электронику Росатом планирует делать самостоятельно, а другие компоненты получать от российских поставщиков. И ещё, чтобы не было путаницы, стоит уточнить – к электрокару Атом, долю в котором не так давно купила дочерняя компания Ренера, собственный проект Росатома не имеет никакого отношения. В прошлом году марка BMW решила изобрести себя заново. Это цитата из пресс-релиза, посвящённого выходу седана Vision Noe Classe. Та машина носила статус концепта, но очевидно, что большинство стилистических решений перейдут на серийную версию. Тем более, что баварцы весьма аккуратно процитировали собственную классику – седаны Noe Classe 60-х годов. В новом проекте нашлось место и традиционным ноздрям, и сдвоенным ходовым огням, и, конечно, изгибу Хоффмайстера. Силуэт получился тоже вполне узнаваемым. А из действительно нового стоит отметить большую площадь остекления, угловатую пластику да электромобильные пропорции – с длинной базой, короткими свесами и большими колёсами. Впрочем, одноклассник нынешней трёшки встанет на конвейер не раньше 1926 года. А до того дебют справит родственный кроссовер – его концепт носит название Noe Classe X. Серию электрокар, которому предстоит сменить нынешний BMW iX3, пойдёт всего через полтора года. Для этого немцы строят завод iFactory, притом местом возведения стала Венгрия. Видимо, из всего Евросоюза именно здесь условия для выпуска автомобилей оказались наиболее благоприятными. Что касается самого кроссовера, то тут спору воскликнуть кругом наши. Ведь образ создал 39-летний Алексей Кежа. Он родился в белорусском Витебске, но последние 11 лет работает на BMW. Он развил идеи, заложенные создателями седана, но напрямую не копировал их. Хотя фанатой баварской марки наверняка скажут, что BMW ныне пошли не те. Особенно часто этот плач будет слышаться при осмотре салона. Рисуя интерьер, стилисты не оставили камня на камне от прежних художественных традиций. И даже сформировали новую. Если большинство конкурентов сейчас венчает переднюю панель блоком из нескольких экранов, то здесь применено нечто неожиданное. Во всю ширину лобового стекла идёт полоса узкого дисплея, который заменит с собой традиционную панель приборов. Помимо презентации свежего дизайн-кода, ещё одна задача концепта — раскрыть некоторые технические перемены. А они будут глобальными. Так немцы планируют подкатить под машины нового класса электрическую архитектуру шестого поколения. С ней обещаны улучшение энергоэффективности, увеличение дальнобойности и повышение скорости зарядки. Ради достижения этих целей применены 800-вольтовая электросистема, а также прогрессивные цилиндрические аккумуляторные ячейки вместо призматических. Вычислительная мощность электроники вырастет на целый порядок, поскольку инженеры заготовили сразу четыре процессора. Один будет отвечать за ездовую электронику, второй — за систему автопилота, а ещё два — за работу бортовых устройств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова